Красавец-актер влюбил в себя миллионы поклонниц, сыграв роль Цесаревича Александра в сериале «Бедная Настя». Но если на экране Исаев царственная особа, то в жизни довольно неопытный мужчина, со своими страстями, ошибками и предательствами. Дмитрий вплоть до 12-летнего возраста не знал, что его биологический отец, знаменитый актер Владислав Стрижельчик, и пойти по его стопам было лучшим решением в жизни Дмитрия. Только окончание театрального вуза совпало со сложными 90-ми, и работы для молодых талантов не было совсем. Дмитрий на тот момент уже был женат на однокурснице Асе и стал отцом близняшек Софи и Полины. Из-за отсутствия работы и денег семья развалилась, никто не старался спасти брак ради детей, а супруга Ася не подумала, что муж в одночасье станет знаменит на всю страну. Так случилось после съемок сериала «Бедная Настя». Исаев стал эталоном красоты, а от поклонниц не было отбоя. Вторая супруга, балерина Инна Генкевич, страстно любила мужа и гордилась им, поэтому сразу взяла его в оборот, пиарила как могла. Она оставила балет ради него и стала его менеджером по продвижению. Это давило на Исаева, и в итоге он не выдержал, ушел. Но с большим скандалом. Дмитрий не просто бросил Инну, а предательски променял на ее лучшую подругу, тоже балерину. Генкевич обвинял у супруга в неблагодарности и растраченной молодости, типичный набор претензий. Однако Дмитрию было все равно на осуждение бывшей жены и общества. С балериной Оксаной Рожок они даже обвенчались. Она, по примеру, подруги бросила балет ради мужа, родила сына Александра. Но и эта семья чуть не развалилась на фоне слухов о романе с Нонной Гришаевой, которую папарацци застукали в поцелуй с Дмитрием и не на сцене, а на улице. Уж как Дмитрий и Нонна оправдывались перед супругами, фантазировать не будем. Но последние их простили. Больше Исаев старается не компрометировать себя, хоть и признается, что очень улюбчив. А Оксане остается надеяться, что она не пойдет в расход, как и бывшая подруга. А вам нравится этот красавец-актер? Пишите мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!